итак друзья начинается мое путешествие то что вы так долго ждали и дождались ну что пойдемте я покажу вам где мы живем убогий я сейчас пойду с ума ну посмотрите это вообще нормально пережить вы сейчас даже не представляете кого вы увидите вы просто себе не представляете это очень круто как ты знаешь тебе надо за это платить и если вы будете брать виллы то где-то от 15 и 18 тысяч долларов каждая девушка должна иметь какое-то эротичное видео в душе в этом году нужно всем брать по минию милова итак друзья начинается новое путешествие короче выход из зоны комфорта я и палка так друзья мы прилетели вдоху возле арабских эмиратов потому что я не знаю где катар наши фэмили один из лучших аэропортов мира но так говорят по крайней мере в магазинах точно видно огромное количество всяких душе и очень красивые но когда здесь душе то естественно меня сюда тянет дети не очень-очень детства а мне все время хочется что-то купить и сейчас мы все деньги на отпуск в бали оставим в дьюти потому что мы купим всех нишек мира 28 долларов вообще куда бы мы не приезжали особенно это арабские эмираты фотошал де голь в париже вот конечно шикарный и этот момент время предпринимательский то что ты заходишь и настолько красивые магазины что ты хочешь что-то естественно это нормально и мне иногда кажется что мы даже летать никуда не надо просто достаточный бюджет аэропорт отличное место для выставок это что это золото слушать я покажу вам золото бриллианта нормалек да это можно подключиться к интернету макинтошки скромненько так сергей как вам аэропорт где макинтошки стоят мне кажется вообще а буржуни жирят деньги мне кажется неправильно бассейна не хватает хреновый аэропорт нету бассейна забрать что на добрый аэропорт мне кажется тут потрачено пару миллиардов может три может три миллиарда новая работа знатки там все по-другому круто тут мы кинтоши золото голд фигня мы оказались в поезде в аэропорту до днем мне кажется что В конце съема, вернее отдыха, я только что рассекретилась, мне не нужны будут операторы, никто не будет нужен, мне сократится расход, я буду travel-блогером, и все, главное не потерять детей, или не прижать их дверями, да, дети? Вот, я специально повесила уши, Сереге дала специально коляску, для того, чтобы никто не потерял, ааа, убогий, я сейчас сойду с ума, ну посмотрите, это вообще нормально пережить, вы сейчас даже не представляете, от кого вы увидите, вы просто себе не представляете, мне кажется, это очередное транжирство бабла, посмотрите, видите ноги, сейчас будет самое интересное, смотри-ка, вот, я даже не знаю, как это будет, Присесть, чтобы вы его увидели, просто масштабы впечатляют Ну что, я сегодня хочу рассказать вам немного общей информации об этом отеле, называется он Mulya Resort Villas & Spa, я это все выговорила, это отель находится уже, как вы знаете, на Бали, и собственно мы с Сергеем на Бали второй раз приехали сюда, потому что мне здесь очень нравится климат, и, ну вообще мне нравится Бали, не знаю, что-то в нем такое, есть, здесь интересно дети, потому что мы очень любим Мальдивы, но, как бы наши дети, ну не очень любят там находиться долго, потому что там скучно, вот здесь все-таки более движово, и можно поехать куда-то, и мы с вами, вы посмотрите, да, что здесь можно делать, куда можно ехать, и, в общем, здесь более движниково Теперь, что за отель, отель люкс-класса, то есть такой роскошь, и все это видно, он огромный, по разным источникам, я все время смотрю, где-то написано 100 номеров, думаю, как же так, потом 500, потом 700, ну короче, очень много корпусов, очень много всего здесь находится, 6 огромных бассейнов, опять-таки, если я не ошибаюсь, какое-то невероятное количество безумных ресторанов, и, короче, все классно, вкусно и замечательно, и это, наверное, первый раз вообще, когда я приехала и не начала звонить Маше с истерикой Пойдем посмотрим, вот, и не начала звонить Маше, это наш туроператор, с истерикой турменеджер, с истерикой того, что Маша мне не нравится, я наоборот сказала, Маша, мне как бы все нравится, и все классно Значит, дорого ли? Ну, вообще, я, честно говоря, для меня это понятие очень абстрактное, потому что в Турцию можно поехать за эти деньги, можно, короче, за эти деньги можно поехать куда угодно, за какие деньги? То есть, две недели с билетами и только завтраками обходятся в среднем, да, если вы не берете что-то супер-пупер номер, это порядка 10 тысяч долларов с перелетом, и если вы будете брать виллы, то где-то от 15-18 тысяч долларов с перелетом, но это я говорю сейчас об Украине, я думаю, в России приблизительно такая же история Ну, если вы где-то живете рядышком, то как бы проще Здесь есть классный спа, я еще не была, но я думаю, что я попаду и попробую снять, если будет такая возможность Здесь можно выбирать, каким образом ты можешь питаться, здесь есть очень всякие разные классные предложения Можно брать all-inclusive, можно еще как-то И, кстати, мы покажем тоже и чем здесь питаются, и, собственно, альтернативы Как оказывается, за территорией отеля альтернативы хуже, чем в отеле Огромное, какое-то невероятное количество банкетных залов, и вот весь дизайн, вы посмотрите, он вообще какой-то разный Я вообще не понимаю, как делают такие отели, потому что, мне кажется, можно свихнуться Такое ощущение, что каждое место это какая-то разная зона Вот опа, эскалаторы, опа, какая-то зеленая стена, вон, посмотри, в травке Там раз храмы на территории Короче, просто какой-то такой, ну, вау-эффект Я могу вам сказать очень такую простую вещь, что, конечно, многие люди, когда слушают, сколько стоит отдых А в данном случае мы говорим о трезвой цене отдыха Трезвая цена отдыха, я могу сказать, нормального отдыха Потому что бывает отдых за 100 тысяч долларов с вилами, бывает и дороже, бывает 50 Ну, то есть, поверьте мне, можно за неделю отдать совершенно разные деньги Так вот, это трезвая достаточно цена И как для меня, человека, который зарабатывает деньги, это идеальное соотношение цены-качества То есть, мне жалко, как бы, денег Так вот, стоит, стоит работать для того, чтобы вот так отдыхать Для того, чтобы приезжать и за две недели в среднем оставлять там 15-20 тысяч долларов Ну и дальше, как у вас уже пойдет, потому что, кроме всего, есть шопинг Есть плохой шопинг, есть, в принципе, нормальный В каждом магазине, в каждом отеле есть ювелирные бытички Есть алкогольчик приятный, но мы не пьем его Тоже люди на него достаточно серьезно спускают баблишек Вот, очень, что касается проживания Здесь много русских, Казахстан, Украины чуть-чуть Очень много всяких модных блогеров, вот, пересекаются Я смотрела специально по геолокации, кто здесь был, видела А, здесь была Рита Дакота, я, правда, не знаю, что она поет Но я знаю, что она классная очевидка И у нее был развод с мужем, вот, который, сука, ей изменил Это я знаю, Эвелина Блендес, вот, здесь я встретила президентов телеканалов, прочих людей Я не знаю, пока, с кем мне удастся законнектиться, кто здесь будет Потому что я не исключаю возможности интервью Но, опять-таки, мы это будем знать в процессе Потому что сейчас, когда я снимаю это, мы только приехали Это можно видеть по моему блеклому цвету кожи Я не буду много наговаривать, просто хочу сказать, что если вы соберетесь на Бали Я бы вам рекомендовала заехать в этот отель Потому что мне кажется, что здесь очень классно И зарабатывать деньги, и ради этого тоже стоит Поэтому на своей карте желаний отметьте этот отель себе А ты, отель, пожалуйста, с тебя за такую офигенную рекламу Бесплатненько меня пригласить сюда Пойдем мать в попку И, ну, короче, делай дальше все, что хочешь Чтобы я пошла к детям Друзья, у нас через несколько часов на Бали будет Новый год Здесь на 6 часов больше, чем в Киве И мы, собственно, не забронировались для сегодняшнего ужина Потому что сидеть и есть целую ночь, это не для нас И мы решили, что самое лучшее, что можно сделать Это отправиться с семьей в шокер-плоу И немножечко побаловать на там Ну и, собственно, что еще, собственно Собственно, немножко развлечься, покушать И приехать в номер, и кто-то знает о том, что происходит А что мне нравится на отдыхе? Это то, что я никогда не выбираю, что надеть на Новый год Я имею в тепленькое платье И, кстати, это платье я надела не просто так Потому что все лето я его не носила Потому что я не могла мне ползеть И это еще раз одно из напоминаний себе Что я могу приходить в формулу быстро достаточно Что я могу делать все, что я захочу Потому что я не просто Оли Юрмилова А я девочка Девочки могут сделать А что у меня есть такие девочки? Девочки, мои маленькие, мои красотки Алиса неделю назад не болела бедянкой Мы проснулись, и ребенка началась бедянка И это был капец И мы думали, что всем нашим планом будет хана Посмотрите на Алису Алиса вылечилась за 6 дней Потому что она не просто Алиса А потому что она Ермилова Вывод простой, друзья А в этом году нужно всем брать фамилию Ермилова Скажите, какая самая лучшая фамилия на земле? Ермилова Какая? Ермилова Ермошеркина? Они обезьяны Они обезьяны Поехали с нами, посмотрим Ну и обязательно в этом году будет обзор нашего отеля Афигенного отеля Самого крутого отеля И даже если бы они не пустили деньги Какой вы дочери? Говорите, пожалуйста Папиной Папиной Правильно А это что там за тетя стоит? Не знаете? Мама Да нет, вы вообще не знаете кто это Не-не-не-не Нет Итак, вот, собственно, ванна мечты всех женщин. Ну, честно говоря, после своей квартиры, конечно, ванна мечты, это ванна мечты. Она у меня уже есть, но здесь очень красиво. То есть, такой шикарный вид носа, ну, очень приятно. Для меня, конечно, сейчас я буду разбивать все эти истории. Для меня, конечно, ванна это удобное место, где можно покупать детей. Ну, остатки роскоши от моей пены, уж простите. Вот, все красивенько. И тут вуаля. Конечно, очень красиво. После того, когда уже все видели мою домашнюю ванну, большую, конечно, для меня всегда в отелях этот шок в этих маленьких ваннах, особенно если она одна. У нас тут семейный номер, около 90 квадратных метров. И вот мы все вместе. Но, во-первых, есть пространство, это уже есть хорошо. Во-вторых, есть два умывальника, это тоже крайне удобно. И что в этом отеле очень классно, здесь очень много ящичков. Вот здесь ящички, там комода, посмотрите все. Тут такая вот шипляточка. Ну, давайте посмотрим, что они тут положили, естественно. Так, это шляпа для купания. То есть, вы посмотрите, какого размера. Такое ощущение, что мозг тут просто зашкаливает. Вот такая симпатяшка. Все такое качественно. Смотрите, как круто. Ну, потому что это все-таки отель лакшер-класса, и тут все классно. Тут очень крутые зубные щетки. Я, честно скажу, начала пользоваться своей, даже не достала. И обязательно утащусь с тобой. Даже там пакетики. Вот, вот, заметьте, упаковочка, да, пакетика, вот, она такая жестенькая. Это круто. Я не очень сильно пользуюсь вот этими всеми штучками, потому что я привожу с собой. Ну, естественно, и палочки. Мой же должна привезти розовые палочки. Ну, это шутка, на самом деле. Так получилось, что они розовые. Но здесь есть шапочка, здесь есть палочки, здесь есть патчи, ватные спонжики, да. И, конечно, здесь есть вот линейка вот такая. Она очень приятно пахнет, но я не очень люблю такие запахи. Тут какие-то там лаванды и так далее. То есть, есть, ну, нормальные вещи, короче, шампунь, гель для душа. Вот я туда вылила в пену 10 флакончиков кондиционер. Короче, все классно. Эстетически, что мне нравится, что можно все убрать. Это впервые, когда у меня все они заставлены баночками. Потому что у меня вот есть вот все, я хочу это показывать вам много. Полотенце, кстати, меняю два раза в день. Очень классный. Халат, ну, помнят, все, кто смотрит мои блоги, помнят про халаты. Но тут почему-то халат тупо махровый, он крутой. Но, блин, в нем жарко. Поэтому халаты моей подруги. Еще мы прорекламируем тебя, вот смотрите. Шалфей. Она вот меня снабдила двумя халатиками. Я в них хожу, в принципе, везде. И на море, и не на море. Вот, в них, конечно, здесь гораздо комфортнее. Ну и вуаля, значит. Это вообще наш друг. Девчонки говорят, это друг унитаза. Значит, вуаля. Сейчас поймем, почему он наш друг. Мы к нему заходим. И друг унитаза говорит hello. Значит, это первый вообще унитаз электрический в моей жизни. Значит, ну, помимо того, что он смывает, он, даже я боюсь, что он еще тут делает. Он сушит попу. Ну, он с подогревом. Извините, можно я сяду? Привазно унитаз. Детик или мой? Рыбка, чтобы не снылась. Он сушит попу. Ой, как приятный, как можно я. Он моет попу. Тут нужно еще нажать. Ой, крышечка поднимается. Ну, это если вам ручку, ну, что-то не трогать, да? Вот, крышечка опускается. Господи, я боюсь сесть. В общем, из дырочки он моет попу. Но надо сесть. Он умный. Он, короче, чувствует, что я стою, прикалываюсь. Если я сейчас сяду, он мне сейчас все дырочки помоет. Затроем. Он, в принципе, сам, когда уходишь, он тоже уходит. Есть такой телефончик, наверное, это такое. Алло, галочка. Тут, короче, все дела. На самом деле, очень прикольная тема. Мне всегда было интересно. Мы слина, нужно идти унитазы. Теперь я знаю. Ну, прикольно. Но попу сушить, это, конечно, вообще страшно. И тут фуаля. Сона душевая. Мы уже давно умоемся в душе. На самом деле, с Сергеем. Ну, уже все тоже это знают. И тут очень круто. Потому что такие, ну, в аппарате встречаешь нечасто. Значит, он делает вот так. Он, как вы понимаете, делает, ну, вот так. И, в общем, он делает еще вот так. Я просто боюсь сейчас давить Сергея. Но я попробую чуть-чуть. Ну, вот так вот он делает, короче, на степени. Было классно, смешно. И первый раз, когда я зашла, он сделал вот это самое. Вот это вот так. И я вообще не понимала, что делать. Но прикольно. Тоже не до конца понятно, для чего. Но, в принципе, если вы любите в душе делать эту, то очень эротичненько. Могу вам сказать? Я такой никакой делаю. Конечно же. И полики кто-то помоет. И везде много воды. Обычно отели, они all-inclusive. Это отель не all-inclusive. Они зарабатывают на мастички. Эти красавцы дают воды очень много. Мы ее должны успеваем выпить. Ну, ее везде, короче. Повсюду, в номере полно. Но, как вы видите, на боне нет никаких живых цветочков. Нормально обошлись. Они за живую природу. Никто не носит. Вот, когда мы были в отелях попроще, там все время эти цветочки, водички носят. Тут на такую хрень не размериваются. Все валютненько, дорого. И могу вам сказать, что все очень просто супер круто, качественно. То есть меня это поражает. Ну, естественно, любимая зеркальца Сергея. Но Сергей же у нас баловный, он говорит, без подсветки. Ну, приходите домой к Сергею. Ну, собственно, и все. А теперь, если вы готовы, то мы посмотрим с вами наш остальной номер. Не оставайтесь тут, короче. Сколько лет назад мы были в этом магазине? Пять лет назад. Я вообще не была. Пять лет назад. Алисе было два года. Их движемся, болей идет хорошо. Пять лет прошло, а они работают. Конечно же, я не могла на Бали не попасться в шикарной, шикарной, шикарной ванной, которая эротически смывается. А сейчас то, что вы так долго ждали. И дождались все-таки. Обзор моего номера на Бали. Привет. Ну что, пойдемте, я покажу вам, где мы живем. Начну с сада. Вообще потрясающе, когда так круто все оформлено. А Бали это то, вообще, за что я люблю очень Бали, это природа. То есть, вот эти запахи и вот эта зелень, это то, что никакое самое дорогое Египет, Турция не могут заменить. И тут очень это красиво. Ну, вот так вот мы сейчас живем. Вопрос, почему не на Вилле живем, я уже знаю. Ну, потому что в этот раз мы живем не на Вилле. Выбирая среди очень многих моментов, связанных с детьми, мы все-таки приняли решение жить так. Так, это наш номер. Подошел. Ну, заходим. В общем-то, это зона, которую я вообще не помню, сейчас мы ее рассмотрим. Значит, ну, из естественных кнопочек, естественно, это вызов уборщицы, красивый такой хольчик. Значит, тут сразу же говорю, тут все везде дорого. И об этом везде написано. И очень многих людей, я смотрела отзывы на TripAdvisor, и очень многих людей это бесит. Ну, давай начнем, наверное, с этой зоны. Тут огромное красивенное зеркало, вот, в котором я очень тебе нравлюсь, потому что оно стройнит. Вообще в бизнесе, мне кажется, в любом стройнит – это главное слово для женщины. То есть, если вы хотите, чтобы ваш бизнес был успешный, то welcome. Что мне здесь нравится? Значит, тут все очень классно расписано и подписано. То есть, вот, абсолютно все моменты прописаны в инструкциях, что говорит для меня, как для предпринимателя о том, что отель очень круто работает с точки зрения менеджмента, что им занимается. Ну, начнем с того, что вот, например, есть все на русском языке, кстати, и любые, вот сейчас мы здесь новогодние праздники, все время они присылают какие-то красивые бумажечки, где они рассказывают, что у них сейчас происходит. То есть, вы можете увидеть, что можно заказать, например, эксклюзивный набор через китайского Нового Года, у них есть кондитерская, они эту кондитерскую очень удачно используют, потому что есть и подарки, которые в номера делаются, и специальные бранчи кондитерские. Короче, очень много вещей. И в каждом заведении рассказывается о том, тут есть классные рестораны, и рассказывается о том, какие где есть акции. То есть, для того, чтобы вы об этом, ну, не то чтобы там догадываться могли, но знали. Потом, значит, здесь есть карта курорта, но это, в принципе, ничего нового, то, что нам дают, что понравилось на русском языке. Ну, то есть, для каждых постояльцев под их язык даются карточки. Можно сказать, ну, типа, это везде, но нет, это не везде. Это не везде, кстати, здесь проблема в этот раз с персоналом на русском языке, на ресепшене, и тоже на это люди жаловались. Значит, есть интернет, инструкция, очень такая, знаете, я называю как для дебилов в лучшем смысле этого. Шаг первый, включите и отключите ваш Wi-Fi. Шаг второй, найдитесь и подключите к Земуле. Шаг третий, ну, то есть, не просто там пароль и логин, все как бы расписано. Ну, то есть, для меня это показатель всех этих действий. Дальше. Уважаемый гость, обратите внимание, курение запрещено законом в комнате, на балконе и в саду. В случае обнаружения курения в запрещенных местах будет начислена дополнительная оплата, равная одной ночи опубликованной стоимости номера. Дополнительная оплата может взиматься за любой другой ущерб. Как предприниматель, я очень сильно обращаю на это все внимание, и меня поразило несколько вещей. Ну, давайте по красоте, да, вначале. Удобная кровать, классная, постельное белье, очень приятное, наверное, одно из лучших, где я была. Подушки неплохие, но у меня все равно там есть твоя подушка. Все такое очень добротное, это вот вам, вот бывает такой отельчик, знаете, где все типа дешевенький египтик, нет, нифига, здесь не так. Что из забавного меня поразило? Стоит такая карточка, не вешайте и не сушите мокрую одежду на абажурах. Значит, это по поводу того, как помните, не надо сушить кота в микроволновке, то есть правила всегда из крипты, они рождаются из того, что происходит. Видать, наши классные люди подумали, что на абажурах очень удобно что-то сушить. И люди написали вот такую инструкцию, заметьте, они не написали, что не зажигайте спички об них, не вытирайте, если вы сходили в туалет, пальцы об это, нет, они написали про одежду, потому что это все берется из мира. Что тут классного? Очень много тумбочек, то есть это вообще очень классно, потому что у меня впервые в номере все не валяется. И помимо тумбочек, тарапапам, есть отдельная гардеробная. То есть это тоже классно, но извините, что она так выглядит, это не наше постельное белье. Вот, тут есть наши чемоданы, есть наша одежда, сумочки, опять-таки комодики, то есть и еще, кстати, там есть зеркало. Что еще раз говорит о том, что, давай не будем меня смущать, вот, что еще раз говорит о том, что очень удобно, ну то есть это все не шкафы, не тумбочки, не маленькие тесные такие штучки, все классно. Значит, тут теперь, ну естественно, есть телевизор, есть холодильник с мини-баром, с достаточно классическим, есть чайник, сейф, понятное дело, здесь продолжение мини-бара. Первое, что надо делать в отель, когда вы приезжаете, это все ящики облазить. Я обычно этого не делаю, и в конце оказывается есть пляжная сумка, кстати, сейчас я это покажу. Значит, тут лежат вкусняхи, которые мы не едим, экономим деньги. Ха-ха. Так, что еще было в подарочек? Сумочка, то есть это тоже очень классный момент, заметьте, она очень удобная, она не промокает, а здесь очень много лежаков возле бассейнов, море, то есть это классно. Я перестала брать сумки, и они подарили мне еще вторую сумку, они все время делают какие-то сюрпризы и подарки, вы увидели в этом влоге, вот еще одна сумка есть, классная, которую можно с собой забрать. Плюс три пары шлепанцев, но 43-го размера, ну, кстати, тоже таких неплохих. Ну, то есть вот эта мелочь, забота о своих клиентах, она, конечно же, проявляется, и, ну, мне лично очень нравится. Значит, что у нас есть тут дальше? Посудка. Хочу показать. То есть, ну, понятно, чайки, кофейки. Я обращаю внимание на это. Ну, то есть это классная посуда с тоненьким там фарфорчиком. Все очень классно, удобно пить. Ну, естественно, чай, кофе, то есть ничего такого супер-пупер. И идем дальше. Тут сюрпризик нас ожидает. Это от отеля, похоже. Алиса, папа, мама, Ева они нарисовали нам. Что здесь есть еще интересненького? Значит, ну, это если вы не понятно, что если вы, по стандарту постель меняется раз в три дня, если вы не хотите, то не хотите. Что мне понравилось здесь, это то, что есть где-то инструкция, я уже потерялась в них, что если вы пачкаете наше полотенце фруктами, если вы пачкаете фруктами или какими-то пятнами наше постельное белье, то вы это оплачиваете. Это очень классно. Люди просто бесились некоторые от этого. Как? Мы приехали в отель. Но я лично знаю, когда люди берут полотенце и вытирают белыми полотенцами свою черную обувь, например. Вот, поэтому это очень круто, когда ты знаешь, что тебе надо за это платить. Даже я детям говорю, нет, фрукты мы не едим, хотя не раз запачкали, ну, пачкали раньше фруктами постель. И есть список фруктов, которые они запрещают сюда увозить. Значит, а что еще? Это постель, соответственно, для наших детей. У нас такой номер, я не помню, как он называется, но он достаточно большой. Столик. Опять-таки дали нам посуду, спасибо большое. Тарелочки там для фруктов что-то. Фрукты не приносят, кстати, гады. И наш балкончик. Можно мы зайдем? Тут живут наши дети, как вы понимаете. Мы их, кстати, не выгоняли. Вот, это была атлетка Ева с ветрянкой. Третий день. Наш балкон. Вообще, вот балконы, дворики внутренние и прочие штуки, это то, за что я вообще обожаю отдых. И для меня это всегда очень принципиально. На первом этаже это типа, первый этаж типа виллы со своим входом в бассейн. Но, как вы понимаете, нам в данном случае это с детьми очень опасная история. Вот. И мы, ну, здесь мы, скажем так, нравится больше, у нас очень хороший вид. Мы видим океан, мы уже видим сейчас тут вечер у нас. Вот. И, собственно, вот здесь я, наверное, провожу больше всего времени, когда оказываюсь в номере. Обычно это бывает по вечерам. Я здесь пишу, мы здесь с Сергеем все задачи стратегические, которые намечали, и вы тоже их увидите, да, происходят здесь. То есть, в общем, все это дело. Елочка, аккуратно, пожалуйста, малыш, аккуратно со своим лицом. Не могу сейчас смотреть, больно мне. Больно мне. Вот, собственно, так мы живем. Ну, и в ванной мы уже с вами были. Вот такой классный номер, 87 квадратов, по-моему. Небольшая машина. С учетом перелета, нормальная, хорошая машина за две недели. Зарабатываем баблофик, ребята. Харе отдыхать. Вот. Потому что отдыхать нужно чаще, и в идеале прилетать сюда каждые два месяца, тогда все будет хорошо. Все. Всем доброе утро. У нас завтрак еще показает, что у нас есть. Мы всегда берем, вот, что у нас есть дети, и мы всегда берем такое полное ассортив. Каждый за завтраком занимается своей опцией, и приносит какую-то свою еду. Вот Сергей, например, всегда отвечает за омлеты. Мы не знаем, кто их будет есть, но мы их всегда берем. Потому что, когда мы с детьми, то дети, это, ну, все мамы знают, что дети могут есть все, что угодно, но в частности, конечно, вафли. Алиса любительница суш. Здесь очень хороший выбор рыбы. Смотрите, сашими, шикарная. Вот, поэтому здесь очень классные завтраки, нам нравится. Ну, и, конечно, стандартная вата. И самое главное, ради чего я езжу на отдых, это всегда аутсайд. Всегда нужно сидеть так, чтобы трюфовать от природы. Я очень не люблю сидеть внутри, где кондиционеры. Тут суперкомфортно. На этом мы закончим, потому что мы будем есть. Друзья, пока мы на Бали, мы не теряем время, не зря. И каждый день я здесь выпускаю по новому видео. Если вы вдруг случайно отдыхали и пропустили все видео, обязательно найдите блог балийский и посмотрите. Потому что очень классные видео с инсайтами, с самыми разными своими мыслями, все, как вы любите. Отдельными выпусками на моем ютубе есть. Так что ищем, ищем, и обязательно смотрим. Каждая девушка должна иметь какое-то эротичное видео в душе. Сейчас будет. Субтитры сделал DimaTorzok